Ну что, друзья, снова здравствуйте! Давно вы с этим молодым человеком не виделись, да, Дмитрий Юрьевич? Дима, чапурица, чапурица красивый. Далёко чапуришься? В Новосибирск. Ссылку? Вот казалось бы, с тем, что Икея покинула Россию, у нас освободилось две сферы деятельности. Это служба доставки Икеи, она уже закончилась. И съёмки по Икее. И съёмки по Икее тоже закончилась. Когда заказалось, должно быть у нас прибавится свободное время. У нас ещё меньше стало. Парадоксно, но факт. Кстати, ты заметил, что мы влог Екатеринбург-Тюмей в этот раз снять даже не смогли. В общем, с детьми влоги мы больше не снимаем. Ну да, как получится. Так, оставляем наш папилат у друзей по совместительству партнёров на хранение и гоним на вокзал. А всё остальное расскажем в вагоне, в Москве, в Новосибирске. Короче, мы поехали. Я думаю, это будет очень интересный и насыщенный, глубоко познавательный влог. И снова про сибирское. Потому что мы едем на производство. И не только на производство. Ну это про наши тапки опять. Вот, всё про наши тапки. Отключай, мне неудобно. А? Наша охрана идёт. А этот человек вы можете наблюдать во влоге, когда мы ездили в Тольятти. Да. Всё, 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 ушли. Отключай. Когда идёшь, да? Потом. И так, мы уже в поезде. А ты кому сейчас покажешь? Мы уже выехали в сторону Москвы. И теперь мы вам расскажем, что же вас ожидает в будущих сериях влога. Первое. Самое интересное, как для меня, это мы поедем с Татьяной Павловной в Новосибирске в то место, где мы сажали сосны и ёлочки. А ты меня снимаешь для себя? Тебя снимаю. Мы посмотрим, как они прижились. И это вам всё покажем. Второе. Мы покажем вам настоящее производство. Так, как оно и есть изнутри. Всю кухню подноготную. Вы сами увидите, из чего я делаю продукцию Сибири Волонос и на каком оборудовании. То, что Икея никогда не показывала. Да, да. А вот это вот, будет как раз вот сама кухня. Вы увидите. Внутряху. Внутряху, да. С этим ухом. Что у нас ещё интересного будет? Ой, что у нас ещё будет интересного? Хочешь, я тебя озвучу прямо даже этот... Сейчас зайду в чат для топов. Вообще, чтобы понимали, да, о чём мы говорим. У компании есть такая штука, как по листке на производство с определённого раунда. Ну, хочу сказать, это так, представляется товарооборотник. Как только человек достигает суммарного оборота, суммарного объёма продаж в месяц на 700 тысяч рублей, за ним автоматом закрепляется возможность, как только компания пригласит, я с вашего позволения вот так, потому что невозможно жарко. Могу ещё махать. Хотя, мы едем, как бы говорили, забить уже. Вы с вами. Вы с вами. Буржуа. Буржуа, но жарко. Жарко очень. Я в будущем ужину махиваюсь. Вот, за человеком закрепляется право съездить на производство, не просто приехать, вот, здравствуйте, зовут вас. Это такая большая поездка с обучением, с развлекательной программой. Селят всегда в очень хороших отелях, четвёрка или пятёрка. Мы в прошлом году были с Димой, но мы не записывали само производство сюда. Вы его просто в логе можете посмотреть. Кому интересно, да. В этом году мы едем снова. Казалось бы, какого фига мы едем снова в этом году, друзья. Так как мы вырастут в товарообороте по сравнению с прошлым годом. Во много раз. Во много раз, да, даже уже посчитать не могу. Вот, нас пригласили уже как топ-ледер. Если переводить на не сетевой язык, так топ-менеджеров, да. Мы едем на встречу с руководством, мы едем на стратегическую сессию с руководством, на обмен с коллегами, да, то есть информацией, кто как руководит своими командами, своими большими отделами продаж. Вообще, если так вот взять, например, и откинуть сетевую составляющую, мы, Дмитрий Юрьевич, руководим огромным отделом продаж из более чем четырёх тысяч человек. При этом все ходят туда и клиенты, и партнёры. Вообще, что вас с нами ждёт? Ну, во-первых, мы едем на день раньше, есть у нас такая привычка, ну, плюс ещё мы едем для того, чтобы деревья посмотреть, наших мылажериков. Мы едем не одним, из разных концов России едут наши ребята, мы везё, провозим команду ещё. Должны из шести человек были, одна девочка нас не смогла, потому что ребёнок ещё маленький, до года. Ну, как будто, нелогично пока. Блин, ещё и водитель какой-то плохой, да, на поезде? Да, нет, нетрезвый, да? Вот. То есть вообще поездка очень огромная, масштабная, около 400 человек съезжаются в Новосибирск. Заняты полностью, мы в Мариотте селимся, профессионалы наши селятся в Домине, Азимут и в Хилтоне. Вот наши девчонки в Хилтоне поселились, мы, кстати, ещё один, уже уведомление пришло. Что конкретно у нас, Дмитрий Юрьевич? Помимо того, что мы едем на производство, едем посмотреть наши деревья, встречаемся с руководством, встречаемся с коллегами, плюс у нас съёмки интервью нашей истории. Мы их встречаем. Да, вплоть до организованной даже для топ-лидеров культурные мероприятия походы в Новосибирский театр, на балет «Конёк-Горбунок». Но, Дмитрий Юрьевич, отказывайте. Нет, я уже по горе по городу. Но пока у Кайка и Горбунок, отказывайте. Я это вскоре нагляделся уже. Спасибо, я пока... Ещё пока я не принимаю вот эту тему. Мы едем в большую командировку, общаться с коллегами, перенимать этот. И сейчас мы проживёмся. Так, проводник соплёк, продолжаем. Нам сообщили по поводу ужина, и даже у нас приём души входит в стоимости слоя. Я так согласна. Что же диван? Нет, потому что реально очень жарко. В общем, вот, вы с нами поедете теперь из Саранского в Москву. 6 утра мы пребываем. Обедаем в одном месте на Казанском вокзале. Есть хорошая кафешка. Потом Дуево-Шереметьево. В 10 часов у нас уже вылет. В 5 вечера по местному, в 6, ну, группа в 20 часов дня по Москве, но и в Новосибирске. Следимся в Мариоте. По-моему, в Мариоте как-то уже селились. Не помню. В нижнем, скорее всего. Да, мне кажется, мы в Мариоте были. Ну, посмотрим, сравним. В общем, вот, друзья, располагайтесь, как Дима говорит, берём печеньки, конфеты, чаёчек наливаем. Прогнозируем. Сколько сели в уроках будет? 7. Сделано, наверное. Да, кстати, надо узнать ваше мнение по поводу продолжения существования данного канала. Вообще не знаем, что с ним делать. Да, так как больше нет особо интересных предложений от мебельных брендов, да, мы пока сейчас будем снимать влоги. Ну, не знаю, будет ли это дальше продолжаться, мы ещё пока не определились. Как ваше мнение? Стоит ли этот канал немножко, как бы, ребрейтинг сделать, да, и сделать из икеевского профильного канала сделать канал именной про сеть. Ну, ты же переменал. За влогами. Ну, пока я так сделал. Ну, смотри, я добавлю Диму, мы видео икеевские не удалим никак. Ну, как история будет. Они будут висеть, да, вы всегда можете. Там же очень много интерьеров, всяких штучек. Можете всегда посмотреть, пожалуйста, пользуйтесь. Просто нам нужно интерес создать. И ваша помощь, да, ваша помощь. Как вы увидите дальнейшее существование канала? Просто нам нужно определиться. Вы нам должны помочь. Не должны, но... Давайте поможем друг другу, как-то лучше. Вообще, вот сейчас у нас, получается, мы едем в Новосибирск, в середине августа мы едем в Казань. У нас такое региональное событие, есть лет автовладельцев брендированных машин. А потом мы еще поедем дикарем, наверное, в Крым. В Крым. То есть, нам, в принципе, много чего есть вопроса. Нет, по идее, вообще наша жизнь уже, естественно, связана с путешествиями. Поэтому, ну, раз в месяц мы точно можем вас обрадовать небольшим влогом. Ну, в принципе, если вот так и разбираться, то раз в неделю какая-то серия будет выходить. Да, что-то может быть. Не так часто, конечно, как и киевские серии, а? Жарко. Ну, все, я вольт. Все, мы переживаемся, отдыхаем. А вчера было много приключений. И теперь уже, наверное, первое включение будет уже, наверное, в Москве утрецом. Может, не будем вам показать, как мы спим. Нет, так как Дима Храпит показывает. Тем более. Поэтому это вот и основная причина, почему мы едем в СВК. Ну, мы чуть-чуть переплатили по тысяче рублей, по-моему. По-моему, по-моему, полторы. Около двух тысяч разница между купе и свой фирменный поезд ведет в девять часов. Я потому что люблю Татьяне Павловне по ночам сиренады пить. Я не терплю конкурентов. Ну, еще это скажет, такой момент, что ты ни за что не будешь спать, если есть еще кто-то посторонние люди. Поэтому я всегда ездил на машине. А если не на машине, то придется раскачаться по самолету. А если самолету, если на пользу, то по дороге. Ценник такой же, как в самолете. Билет. Ну, понятно, да, но нам неудобно. То есть у нас вылет в Новосибирск в десять часов. Если бы мы приехали самолетом, то мы бы всю ночь сидели в Шереметьево. Мы лучше за те же деньги проведемся. Супер. Вырубаемся. Итак, мы в Москве, на станцию Казанская. В одном вокзале вообще-то. А мы нарцезанцы? Да. Мы приехали. Жидовокзал называется. И мы сразу зашли в кафе Муму. Завтракать. Завтракать. Озвучите ТНС, а я пока покажу, что мы заказали. Ну, короче, за все мы отдали 2,217. Два супа, у Димы, три пирожка, три блинчика с мясом, кетчуп, сметана. У меня два сырника, два блинчика с ягодами, сметана, хлеб, суп с шампиньонами, кофе. А у Димы еще комфорта, высокая информация. Сок. Короче, мы плотненько завтракаем и будем в аэропорт. Вот. Рекомендуем кофе. Я здесь кушаю уже не первый раз, мне его порекомендовали партнеры, поэтому не только мы партнеров обучаем, они нас жизнью учат, что здесь можно адекватно поесть, вкусненько и не травануться. Продолжение следует... Так, друзья, мы уже все прошли и паспортные, сдали вещи. У нас 103-й выход, Дима там остался сидеть, ждать момент начала посадки, а мы с вами пойдем и гуляемся ногами. Мы в первый раз в Шереметьево, мне очень понравился аэропорт, такой интересный. Даже не знаю, как объяснить, что это такое, знаете, почему-то у меня полная ассоциация с Королевым, с космосом, с музеем космонавтики. Вот такое. Кстати, съезд лесенка, подъем обратно, пешочком. Поэтому сегодняшний съеденный завтрак в Муму надо отрабатывать. Вот это мы с вами сейчас и пойдем делать на часах 8-17. Минимум минут 30-40 погуляем. Очень много народа. Мы около часа у нас заняли все перемещения по входу в аэропорт и по регистрации, сдаче багажа и прочего. Ну, кстати, у нас вчера когда на рейс регистрировались, вылет был, ой, вылет, регистрация доступна, были только неудобные места, прям в хвосте. 50-е место, дальше уже хвост. Звоню на горячую линию, наслышано, что аэрофлотовские горячие линии самые, наверное, хреновые. Ну, мне очень повезло, адекватный туроператор и, ой, туроператор, господи, все уже заговорился, очень адекватный сотрудник, нам предложили просто обратиться на стойку регистрации, когда будем сдавать багаж. В итоге нам в качестве компенсации, что вчера был сбой на сайте, не все места были доступны, ну, так, по крайней мере, объяснили, может быть, я так поняла. Мы дали 16-е места, это комфорт-класс, за который нужно доплачивать, но мы дали просто так. В общем, летим мы с более лучшими условиями, это к чему? Никогда не бойтесь задавать вопросы и спрашивать, откажут? Ну, господи, полруки, полноги, ни от кого не отвалится. Поэтому мы полетим на Большом Боинге, 10 мест, получается, в ряд. На таком большей, чем больше нет. Я так предполагаю, что очень много народу по причине того, что утренние, обеденные вылеты пользуются максимально большим спросом у пассажиров, в отличие, ну, например, от ночных. Кстати, жители Москвы, какой, да, Никита Москвы, у кого какой, любимый аэровокзал в столице. Мы до этого были все время в Домодедово, в Стамбул, и из Стамбула последний раз в мае прилетели, когда на конгрессе летало, везде мы прилетали и улетали через Жуковский. Ну-ка, маленький-маленький аэропортик, поэтому Шереметьево первый раз, и мне теперь очень хочется. Еще, в следующие вылеты тоже через Шереметьево. Смотрите, что нашла. Сейчас надо сгонять за карточкой. Это нападаю голову. Получается бьюти-сюрприз. Малый вот такой надо заплатить, потому что вот такого у нас еще нет. Как папа Дима сказал, вот такого хлама у нас только еще нет. Вот. И еще вот такая красотель. Но такую красоту мы уже покупали. Она у нас как-то не оказалась невостребованной. Это моя любимая куколка. Она лежит дома убранная. Она прям как вот малышарик-малышарик. Со всеми вывеступами, со всеми пипочками, пипочками. Малой она не зашла вообще. У Нади старше была такая, она ей играла с удовольствием. У мелкой больше вообще в ходу лего. И такие больше конструктивные моменты. В принципе, мы с вами прошли всю зону ожидания вылета. Потому что дальше уже регистрация на рейс и сдача багажа. Не так уж много. Когда первый раз заходишь, ощущение как будто прям безумное количество места. Ну, Дима оказался прав. Стратиное образование не отменишь. Примерно начало третьей, нижней. Так, ну что, я хочу вам обратно. Ждем ваших комментариев. И до встречи уже, наверное, не в самолете, а в Новосибирске. Ну, посмотрим, может быть, в самолете что-то поснимаем. Это уж как Дмитрий Юрьевич и захотят. Дима, по машине ручкой. Спасибо. На мой. На 4 часа мы попадаем из Жизины. И мы в Новосибирске. Мы пролетели, все удачно. Было высоко, быстро. Страшно было? На большом самолете летели. На Бойнаде 707. Это маленький кусочек показывало. Потому что, кстати, была полная посадка, лагерь под 500 мест. Да, полностью заполненный самолет. Тебе не страшно было? Да нет, я уже привык. Да, ты уже привыкнулся. Да, хорошо. Вот, ждем наш багаж, такси и ездить в отель. Теперь уже включим вам эту камеру уже, когда зайдем в номер. Да. И что-то как-то уже там спать охота. Буду устал немножко. Чуть-чуть. Так, мы заселились в Мариотта. Сам интерьер отеля покажем попозже. Сейчас покажу вам номер. Живем на восьмом этаже. Дмитрий Юрьевич уже ушел делать одно очень интересное дело. Если у него сейчас все выгорит, то завтра мы вам покажем. Шкафчик. Главная гладильная тоска. Вот это вот мой личный пунктик. Ненавижу бегать по гладильным комнатам или там просить, чтобы утюг принесли. Показываю пока чистенько. Чуть-чуть подзамученные мы. Все-таки поезд и перелет организму даются не всегда идеально легко. Ой, какая большая личность. Но опять же, вот, кстати, кто мается, тяжело переносит перелеты, я очень спасаюсь нашим продуктом. То есть есть интерцептики, которые поддерживают сердечно-сосудистую систему. И все хорошо протекает. То есть нет таких вот этих перепадов, дикой головной боли. Мне понравилось вот это вот, то есть интересно, само воплощение. Все-таки по местам сложено. Снова я. А вот это Дмитрий Юрьевич. Димочка машет ручкой. Двуспальная кроватка, моя убегающая тапочка. Вот я считаю, Дим, что мы с тобой не хитрые, мы с тобой продуманные, что мы приезжаем всегда заранее. Это хорошо. Потому что вот представь, ты только приехал, да, и тебе куда-то надо уже бежать. Ёбать. Я вот, например, хочу сейчас помыться, полежать. Стареешь, мать? Я старею. Помыться, полежать. Это можно будет показать в Ютубе? Нет. Это вырежут. Ворчит на меня, дальше некуда. С правами. Приехал парень в Новосибирск-то гонять собирается. Бибикать будешь? Селфи с паспортом. Давай я тебе селфи с паспортом сделаю. Что, я еще номер-то показываю? Или все? А, да, еще видишь. Показал. Туалет, кстати, очень интересное решение по душевой кабине. Посмотри, мне вот так для дома хочется. Подожди, а здесь что, окно самоубийца? Вот так. Вот так можно только в окно вылезти. Восьмой этаж. Кусок города. Ну, мы с вами погулять, сходим и покатаемся. В общем, где только не будем. Мы сейчас пойдем доделаем дела тут у Дмитрия Юрьевича свои личные. Сидит по носатой футболочке. Кстати, смотри. Дим, можно? Я делала цвет маникюра под Димин ремешок. Почти угадала. Ладно, давай сейчас тебе сделаю селфи. Будем разбирать наши чемоданы. Кстати, а все помнят, что мы в прошлом году в Новосибирске покупали два чемодана. Белый и синий. Синий остался в Саранске. С ним поедет один из наших партнеров. Мы с ним поменялись на зеленый. Ну, у нас там небольшой финтушами был. А мне надо было это. В цвет тапок. В общем, чемоданы отъездили год на ура. Напоминаю, что это Айркатс. Местный новосибирский бренд. Эх, Димка потом монтировать будет материться. Скажет, что руки у меня опять не из того места. Это растут. Короче, не хочет у меня показывать. Называется Айркатс. Мы покупали в Новосибирске. В прошлом году они, по-моему, тысячи по четыре. Да, чемоданы были? Что он делает? Просит, ты что, страницу Инстаграма разблокируешь? Не разговаривают с нами. В общем, все. Пошли мы разбирать вещи, приводить себя в порядок. И я думаю, мы, может быть, с вами еще сегодня встретимся. Кстати, а что это такое? Очень уж похоже на бушную икею бейдинги. Кстати, нет, это просто фасадики с подсветочкой. Что это хочешь? Да издеваются, братья. Что хочешь? Ну, посаран какая-то. Ну, посаран? Ну, давай, ну, посаран. Мы собирались с вами попрощаться, но не тут-то было. Мы пошли из интерьера чем-то ужинать. И случайно в лифте увидели табличку, что есть ресторан на террасе. Дима. Не буду больше его снимать. Там гости сидят, чтобы где-нибудь не смущать. Мы на десятом этаже. Вот такая вот красотища. Сейчас хочу вам всю веранду показать. Как там сказала девушка, которая нас провожала до места, лето просто создано для того, чтобы сидеть, тусить на верандах. Завтра мы пойдем... Вообще, в Мариоте очень много ресторанчиков. Завтра мы пойдем ужинать вниз. Сегодня решили покушать здесь. Вкусняшки всякие. Пойду Дмитрий Юрьевич соблазнять. А то он сегодня в аэропорту по сладенькому страдал. Не успел.